Всем здравствуйте, дорогие друзья! Это Андрюха, канал Везде Сами. Сегодня у меня будет пост о коллекторской деятельности, а точнее о двух ошибках, двух традиционных ошибках, которые люди допускают, когда с этими коллекторами общаются. Сразу скажу, что эти ошибки я допустил лично. Правда, потом очень быстро их исправил, они мне не повредили, но тем не менее, я считаю, нужно о них рассказать. Итак, если хотите узнать о них, поехали! Ошибка номер один. Прежде чем к вам приехать домой, у них это называется послать выездную бригаду, для начала они звонят. Зачем они это делают? Таким образом, они нащупывают ваши болевые точки и слабые места, для того, чтобы потом на эти точки давить с целью побыстрее вернуть долг. И вот, если вы хотите увидеть в этих людях хоть что-то человеческое, если вы хотите им поведать о своих проблемах, это самое-самое большое зло, это и есть та самая первая ошибка. Как только вы рассказываете им о своих проблемах, они тут же этими проблемами пытаются воспользоваться. Вот в моей ситуации именно так и произошло. Смотрите, вы, наверное, знаете, да, что моя тетка не брала этот кредит, они пытаются этот кредит на нее повесить через наследственное дело, и как только я этим людям сказал, что она гипертоник, не надо, не звоните, не беспокойте ее, звонки участились. Я сделал вывод, что им просто наплевать на вновь вышедшие законы. Они действуют не как люди, а как функционеры. Они не руководствуются какими-то вот человеческими понятиями, в тот момент, когда они на работе. Они руководствуются вот чем. Выгодно, либо невыгодно. Рационально, либо нерационально. Сможем вернуть долг, либо не сможем вернуть долг. Недавно я на YouTube смотрел ролик, где какой-то коллектор позвонил пожилой женщине и так, знаете ли, намекал на то, что если ее совершеннолетний сын вовремя не вернет полторы тысячи рублей, его могут за это посадить в тюрьму, что, как вы понимаете, является ложью. Но маме они намекали, ну вы же не хотите, чтобы он сел в тюрьму, но может быть вы за него погасите этот небольшой долг. Ну там всего-то полторы тысячи. Понимаете, о чем идет речь, да? Любая мать своему ребенку желает только добра. Именно этим коллекторы и пытаются воспользоваться. Поэтому еще раз, оставьте все свои попытки увидеть в этих людях хоть что-то человеческое. Теперь ошибка номер два. Вот как только в коллекторском агентстве поняли, что посредством телефонных переговоров у них не получается убедить вас вернуть деньги, они посылают к вам домой так называемую выездную бригаду. И вот в тот момент, когда вы поняли, что в вашу дверь позвонили коллекторы, все разговоры с ними нужно просто прекращать. Вы имеете полное право не вступать с ними вообще ни в какие переговоры. Вот один раз вам позвонили в дверь, вы поняли, что это коллекторы. Попрощались с ними вежливо. Второй раз вам позвонили в дверь, вы их предупреждаете. Почтенные, еще один звонок, и я вызываю полицию. Если звонок третий раз происходит, вы смело набираете либо 02, либо 0911, сейчас модно набирать, вызываете наряд, и этих людей отправляют в местное отделение. К сожалению, люди в почтенном возрасте, они мало того, что прав своих не знают, так они еще и не знают, а где бы можно было хоть что-то узнать о своих правах. Они этим как-то вот не интересуются. И вот как произошло с моей теткой. Я сразу оговорюсь, она ни у кого ничего не брала. Лично она этот договор не подписывала. Но, тем не менее, через какое-то время в дверь звонок, а на пороге стоят два вот таких вот широченных быка с неправильными прикусами, с этими квадратными челюстями. Разговаривают они, ну, я бы сказал так, жестко и с наездом, но без угроз. То есть они юридически очень хорошо подкованы, и они понимают разницу между вежливым предупреждением и угрозой. И вот они, значит, привезли бумажки, в которых написано, скажем так, досудебное урегулирование, то есть предложение о досудебном урегулировании. Она говорит, а с кем вы собираетесь это все урегулировать? Я-то никому ничего не должна. Тогда начинается вот эта вот перепалка, завязывается диалог, и вот, как я уже говорил, это самая большая ошибка, дверь нужно тут же закрывать. Я свою тетку научил это делать, она дверь закрыла. Как вы думаете, что случилось дальше? А дальше два этих быка обзванивают соседей и уже с ними начинают вести разъяснительную работу. Причем так интересно подают информацию. Вот напрямую они не говорят, кто взял деньги. Но у соседей складывается такая картинка в голове, что якобы их соседка по лестничной клетке набрала кредитов и не хочет эти деньги отдавать. Вот лично для меня очень странно, почему соседи в принципе выслушивают весь этот бред. Они ведь не обязаны это делать, но тем не менее делают. Но что еще более странно для меня, когда эти быки ушли, соседи сами начали ей названивать в дверь и как бы сообщать о том, как бы пытались ее пристыдить. И говорили ей о том, что, знаешь, все-таки по своим долгам нужно платить. Вот представляете, какие техники нейролингвистического программирования эти быки используют, как быстро они берут соседей к себе в союзники, что те люди по собственной инициативе на общественных началах исполняют функции коллекторов. Ну и так, подводя итоги этого кратенького видеопоста, хочу вам сказать, что вот если с вами общаются сотрудники банка, с ними лучше от диалога не уклоняться, потому что у вас есть договорные взаимоотношения непосредственно с банком. Попытайтесь этот долг как-нибудь там, я не знаю, реструктуризировать, получить какую-то отсрочку в случае, если вы не можете в данный момент платить по своим долгам и обязательствам. Но вот уклоняться от диалога с сотрудниками банка не нужно. А если ваш долг передан третьим лицам, вы имеете полное право вообще не общаться с этими, я не хочу просто употреблять сейчас плохие слова, в общем, с коллекторами вы можете не общаться и будете полностью правы. Если они хотят истребовать с вас те средства, которые вы заняли в банке, пусть действуют законным способом. Обращаются в суд, приводят к вам домой судебных приставов с исполнительным листом, ну и как положено, все по закону. В конце концов, вот последний закон, который недавно вступил в силу уже, по-моему, именно так и предписывает им действовать. А все вот эти вот качели, которые они устраивают, все вот эти вот так называемые психологические маневры, а по сути дела это запугивание, это шантаж, это манипуляция, самая настоящая манипуляция, все это незаконно и в данном случае вы имеете полное право обратиться в полицию и закон будет на вашей стороне. Ну а чем закончится наше дело, я расскажу вам в самое ближайшее время, потому что мы уже получили ответ на нашу жалобу из Центробанка. Насколько я понимаю, Альфа-Банк получил хорошего пинка, Альфа-Банк тоже нам выслал какой-то ответ, почему я это знаю, потому что у нас есть сейчас извещение, в котором написано, что мы получили заказное письмо и вот сейчас праздники закончатся, мы пойдем это заказное письмо получим на почте. Я его, наверное, ну, не все, но публично я что-то из этого письма зачитаю, я думаю, что вот в нашем конкретном случае опять-таки закон на нашей стороне и приписать человеку чужие долги не получится. Если вам понравилось, лайк, комментарий, поделитесь этим видосом, мало ли кому-то пригодится. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok